так ну что пора собирать свой динамичек вот я уже покрасил красивенький беленький цвет вот ну как всегда когда уже все покрасил уже начал собирать тут 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 скрылась одна проблема начал заворачивать родные болты прикручивать фланец а болты не заходят с резьбой было что-то не так пришлось метчиками заново прорезать резьбу никак не заново а стареньку обновить и все болтики зашли без проблем и теперь я понял почему на родных болтах когда я разбирал были вот эти вот засечки ну не знаю может быть и не поэтому но мне кажется вот эти вот засечки они свидетельствуют о том что когда динамик собирали наверное они тоже плохо заходили кто-то взял просто зубилы или фиг его знает что куда инструмента начал доворачивать болты им ну и вот конечно фланец от него тоже красивенький я его драйл немножко пошкурил умные люди говорят что это возможно пермендюр весь фланец и вещь верхний сделан из пермендюра я не знаю говорят что на каких-то форумах что это очень свое время дорогие динамики были кто его знать ну конечно по цвету и по фактуре этот металл а от от отличается от остальной частью скобы по крайней мере по цвету видно этот намного светлее ну кто его знает доподлинно неизвестно ну хороший такой фланец массивный с пылезащитным колпачком собрал я красавца своего покрасил красиво чко собрал а и и и и и и красавец конечно просто красавец даже даже слушать опа пока макал я пока макал в общем штук мой к моему клан гачку в парочку прикупить залез на авито и нашел прекрасный сименс 12-дюймовый стояли они значит в семеновских приемниках назывался камер мюзик шатули так называемые шкатулки 85 либо 95 но этот наверное с 95 скорее всего это точно то есть в районе 39 года то есть он практически практически он ровесик моему клангу обоим под 8 обоим под 80 лет такой вот динамичек контакты катушечки выход значит звуковой ну тоже мне в этот раз очень сильно повезло купила его состояние у него на идеальнейший я бы сказал я просто удивляюсь как они за 80 лет так сохраняются просто для меня это загадка то видно пружинки которые держат чтоб катушка не болталась он она сама звуковая катушечка выглядывает над фланцем паучок бумажный картонный точнее очень хорошее состояние ход идеальный плавный ровный диффузор тоже в идеальном состоянии вот кстати как отличаются потому что вы были у телефон конов тоже приемники с 12 дюймовыми динамиками вот вот у сименса вот есть вот эта он пимпочка на керне я думаю это пимпочка родственница пимпочки на кланге вот тут вот так же на кланге там есть в центре керна пимпочка в которой высверлена дырка с резьбой и там значит к ней крепится вот как раз вот этот центрирующая шайба вот мне кажется эти пимпочки родственницы ну вообще надо заметить что динамики абсолютно одинаковые по размеру диффузор я померил тоже абсолютно одинаковый значит ну я думаю эти динамики они у них очень высокая степень родства ну понятно что кланфилм был подразделением сименс вообще когда я покупал этот динамик мужик некоторую продавал он занимается этими приемниками покупает их и продает туда-сюда и вот он говорит что сименс вообще ну как бы это была материнская компания и вот он говорит их приемники намного но через его руки много прошло сименсов телефон кинок он говорит что сименсы в целом ощущается как более такие премиальные продукты горит у них и динамики чуть получше и самый прием сами приемники красивее лучшие у них как бы так он говорит шпон всегда побогаче то есть как бы все-таки сименс для себя получше делал чем телефон кинок вот у него кстати тоже были 12 дюймовые динамики именно телефон кинок без этой пимпочки он говорит что вот эти конечно получше звучат в родных ящичках говорит он кстати заговорил что но не по конкретно про этот день динамик у него были 10 дюймовые такие же сименсы 0 или телефон кинок на но там скорее всего были на пинтодные усилители горит звучал шикарно после того как он их вытащил и и из лег из приемника подключил какому-то другому усилить это весь шар в звуке пропал какой-то крикливость грит появилась все такое горишь то есть немалую роль в звучании этих динамиках играют вот эти от родные пинтодный усилитель на или 12 но невооруженным взгляном видно что у кланга намного серьезнее мощнее магнитная система сименс конечно попроще сименс наверно он как то есть сразу видно где все время был хаин как говорится с первых ну источники хаэнда то есть до войны да и после войны уже там 50-60 годы настоящим хаэндом это было кино то есть например этих динамиков тоже очень отлично видно где были приоритеты то есть для кино намного более крутой намного более дорогой динамик мы видим насколько здесь мощнее магнитная система толще фланцы верхний фланец этот вообще из пермендюра здесь такого конечно нет здесь попроще для гражданки для приемничков делали попроще подешевле потому что опять же я на каком-то форуме читал что вот этот динамик свое время стоил там чуть ли не как какая-то там но их эти цены можно было сравнить уже с какими-то дешевыми там автотранспортными средствами авто или мото техникой ну то есть очень дорогой динамик был но его видно они до сих пор как бы дорогие в принципе за цену этого динамика можно купить поддержанную машину то есть для кино все было получше динамики покруче подороже ну опять же я думаю мощность магнита больше по идее по идее у него наверно должен должно быть чувствительность побольше это же к нему еще блок питания нужен нифиговый так что цена конечно у комплекта была приличная хотя хотя вот на самом деле есть так вот вспомнить примерно вот эту всю линейку динамиков кланговских вот тех лет вот этот же 42 6 42 006 он же не самый крутой был то есть это так вот я видел вот эти коробочки которых они были но это в практически переносные такие переносные комплекты ну что-то типа наших 4 а32 ну то есть как бы такой сейчас конечно язык не поднимается назвать это ширпотребом но тогда это было так сказать базовый динамик для кино потому что круче были конечно другие комплекты там евродины когда такой здоровый басовик по 15 дюймовый тоже на подмагничивание я вживую конечно не видел только походкам ну конечно здоровее там и магнитная система еще даже больше чем 42 206 и в комплекте они шли с дудкой наверху дудка была ну в общем такой распространенный был динамик для кино возможно даже для каких-то маленьких кинотеатров но это уже полностью семеновская гражданская версия как я сказал диффузора у них практически но типа размер мне кажется у них идентичность шлепали на на одних наверное завод ну известно что это фирма курт мюллер она делала в те годы все эти диффузоры немножко у этого корзина чуть побольше но она просто чуть повыше как бы этого пониже но за счет того что у этого центрирующая шайба находится как бы его внутренней части диффузора во внешней ну и ход у этого динамичка так-то побольше но честно говоря устройство вот подвеса нижнего центрирующей катушки мне вот у сименса побольше нравится не знаю но на вид кстати вот сама звуковая катушка так-то конечно тяжело сказать но мне кажется она конечно не четырехслой на как в кланге попроще и намотана и намотана вот эта вот катушка под магничен она конечно попроще чем у кланга тут видим простой тоненький провод 800 или 900 ом ее сопротивление что же не помню мирил вчера вот в кланге как как мы помним катушка под магничен она намотана лицендратом здесь обычным проводом катушка фаска видно он снята фаска с верхнего фланца зазор величину зазора сформировать катушечка там выглядывает с одной с другой стороны катушечка там двуслойная мне кажется ну и сама она как-то побольше потому что в кланге как я помню там катушка вообще прям очень низкая она из зазора то и не торчит выше фланцев в кланге катушка то и не торчит а здесь здесь она выглядывает из той стороны из той с другой стороны но кстати видно тут попроще тоже устройство здесь нет такого пылезащитного колпака как как на кланге катушка открыта из той с другой стороны пыль там видно вот эту пружинка которая не дает болтаться как катушки под магничивание мы поэтому за счет считаю вот вот этот вот вся высота которая уходит на центрирующую шайбу она и на и на эту высоту и выше чем у кланга то уж у кланга вот здесь заканчивается уже корзина потому что паук там внутри толстая намного толще фланец верхний вот тут пылезащитный колпак сзади металлический алюминиевый то есть сзади на катушку ну учитывая как я уже говорил что весь динамик обычно в мешке в таком тканевом то есть в этом случае получается катушки пыль не попадает в кланге а в приемнике он так открытый стоял всем всем ветрам всей пыли вот кстати да забыл сказать я когда собирал динамик я хотел его же обклеить обклеить виброизоляционным материалом корзину но что-то я ну что-то я не отважился это сделать не знаю почему я еще думаю мало ли во первых я даже не знаю как он будет греться от работы я что вдруг побоялся там сейчас обклеишь этим битумом он и счет нагрева хрен знает счет низу вытечет конь херня на катушку я короче что думал 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 ладно хер с ним плюнул думаю так соберу там видно будет ну так собранном состоянии он конечно не такая на звонка ну все-таки это не басовик не думаю что такие нагрузки будут что что корзина будет сильно играть тем более он будет нагружен весом все-таки так-то сам по себе металл тут не сказать что тонкий такой приличный 1 миллиметр наверно что касается бумаги у сименса она заметно такая помягче потоньше он видно прекрасно пальцы с обратной стороны как идут кланга на кэш покрепче и она потолще так ощущается намного меньше прогибается тут видно напрям заметно так еле-еле нажимаешь начинает погибаться план так покрепче прям так чтобы она прогнулась ты не нажмешь тут тут ну заметно заметно тоньше бумага легче наверно подвижка легче подвижка теперь у меня их два теперь у меня интересное включить послушать ну надеюсь в ближайшей неделе это сделаю вот этот еще надо будет конечно как-то попробовать центровать чувствую придется погеморроиться с этим всем всего хорошего не скучать ну Продолжение следует...